МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. От южных морей до полярного края. Жители Папуа-Новой Гвинеи примерили русские народные костюмы. Не выбирая легких путей. Петербуржец отправился из Твери в Индию пешком. Ижорский народный драм-н-бейс. Группа Ингервала научит петь на древнем, почти забытом языке. Гудбай, Америка. Кто и зачем хочет демонтировать памятник Баранову, покорителю Аляски? Не делай себе кумира из своего народа, своей религии, своей культуры. Не произноси ложного свидетельства на другие народы, обычаи, нравы. И люби ближнего больше самого себя. Это лишь несколько принципов, в которых обязан придерживаться настоящий ученый-этнограф. Да, у ученых тоже есть свои заповеди. 17 июля отмечался день рождения великого русского путешественника и исследователя Николая Миклуха-Маклая. Человека, который заложил основы отечественной антропологии и этнографии. Ярого борца с расизмом и колониализмом. Автора более полутора сотен научных трудов. Именно его день рождения российские этнографы отмечают как свой профессиональный праздник. О традициях отечественной этнографии и о ее нынешних задачах и успехах мы поговорим в сегодняшнем специальном эфире культурной эволюции. И я с радостью представляю своего соведущего Николая Миклуха-Маклая, потомка известного ученого. Первый вопрос, Николай, который я не могу не задать. Каково жить с такой известной фамилией? Спасибо. Вопрос действительно актуальный, потому что жить бывает абсолютно по-разному, иногда и весело. Потому что, конечно, когда ты родился с этой фамилией, ты не знаешь, что она значит. А вот через некоторое время, безусловно, начинаешь осознавать и ответственность. Тем более, что Николуха-Маклая знали все. И вот одна из интереснейших историй, когда у меня заболела мама, и я в детстве позвонил в скорую помощь, попросив о помощи. Меня спросили, как ваша фамилия. Я назвал, и мне сказали, вы знаете, хватит шутить, мальчик, и повесили трубку. Я не знал в этот момент, что же мне делать. Поэтому, конечно, Николуха-Маклая знали все, и это не случайно. Действительно, он был широко известен по той причине, что он и был и гуманистом, и этнографом. И в первую очередь его этнографом признали по той причине, что он действительно с уважением относился к культурам, народам, изучаемым народам. Ну, о наследии, о том, как сохраняется имя вашего знаменитого предка, мы сегодня еще обязательно поговорим. Сейчас предлагаю отправиться по петербургским местам Николая 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 Николая, Николая 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 Никол общество. Учился, будучи путешественник, плохо. Только в четвертом классе провел два года, еще несколько лет в шестом. Единственная оценка «хорошо» у него была по-французскому. В результате Миклуха Маклай подает заявление о выходе из гимназии. Биографы утверждают по политическим мотивам. Это утверждение подкреплено важным историческим фактом. Вот здесь, в кронверской куртине Петропавловской крепости в 1861 году он проведет несколько дней в тюрьме. Камеру он делит со старшим братом, Сергеем. Они вместе распространяют труды запрещенного в России Герцена, и оба арестованы за участие в несанкционированной студенческой манифестации. Их мог ждать реальный тюремный срок, но обошлось. Следователи посчитали, что Николая и Сергея арестовали по ошибке. Кто бы мог подумать, что пройдет шесть лет, и Николай Николаевича будет принимать великая княгиня Елена Павловна, вдова брата Николая I. Вокруг нее образуется настоящий либеральный клуб. Знаменитые четверги в Михайловском дворце, нынешнем русском музее, настоящее украшение интеллектуального Петербурга. В ближний круг попадает и Миклуха Маклая. Княгиня живо интересуется его путешествиями. Более того, благодаря протекции влиятельной особы меняется маршрут корвета «Витязь», который доставляет Миклуха Маклая непосредственно в Новую Гвинею, чем очень экономит средства молодого ученого, который отчаянно нуждается в деньгах. Как раз путешествиям в Новую Гвинею посвящены лекции Миклуха Маклая в Русском географическом обществе в 1882 году. Отбоя от желающих услышать подробности из первых рук нет. Внутрь попасть невозможно. Ведь общество занимает лишь часть первого этажа в здании на площади Ломоносова, а первое заседание и вовсе проходит в частной квартире создателя бессмертного словаря Владимира Даля. Из-за невероятного ажиотажа стенограммы выступлений Миклуха Маклая тут же печатаются в петербургских газетах. Последние годы жизни Миклуха Маклай проводит в этом доме на Галерной 53. Семь комнат на четвертом этаже. В начале 30-х годов 19 века вместе с молодой женой Натальей Гончаровой в этом же доме жил и Александр Сергеевич Пушкин. Это не единственная точка пересечения путешественника с русской литературой. Он переписывался с Львом Толстым, одну из поездок великого этнографа спонсировал Тургенев. Даже похоронит Миклуха Маклая на литераторских мостках. Насколько я понимаю, только этнографом или только антропологом Николая Миклуха Маклая называть не совсем верно, поскольку по образованию он был биологом, чувствовал сам себя, осознавал зоологом, вообще был натуралистом очень широкого профиля. И, насколько мы знаем, образование получил всестороннее. Его прекрасные рисунки, которые он из экспедиции привозил. Включая медицинское, и плюс к тому он хотел поступать в Академию художеств. Кстати говоря, это очень помогло. Вот мы видим результаты его. И эти рисунки помогли нам сохранить именно ту историю, на которую мы сейчас можем опереться. Они нам помогли сейчас наладить отношения даже с этой страной, благодаря тому, что мы сохранили эту историю. Первый, самый главный принцип его был, это не брать с собой оружие, а искать варианты дружественного отношения. И когда он действительно с ними эти контакты наладил, а было очень много интересных историй. Кстати, одна из них, когда он зашел в деревню, он вместо того, чтобы на него направили стрелу, он расстелил циновку и лег спать. Вы представляете, они видят впервые белого человека. Это же страх божий. Они же никогда его не видели. Они подумали, он спустился с луны или не знаю откуда. Они направили на него стрелы, и он вместо того, чтобы отвечать, а ведь в этой ситуации он мог ответить, если бы у него было оружие. Он оружие оставил и пошел к ним навстречу. И у него был только единственный вариант искать другие выходы. И в этот момент он сделал так. Они спокойным образом наблюдали, что он делает, а когда он проснулся, они уже абсолютно не были агрессивны. Маклая же, он же стал таким фольклорным персонажем, героем мифов. Это до сих пор в Папу-Новой Гвинеи сохраняется? Это абсолютно так, но он для них живой. Когда мы приехали, почти через 150 лет нас встречали с российским флагом на том месте, где установлен мемориал, пели гимн Папу-Новой Гвинеи. И вы знаете, когда мы все это увидели, именно это отношение, оно заставило меня двигаться и действительно вести просветительскую деятельность и поддерживать его гуманистические идеи. Это стало основой и возможностью возрождения научных исследований в океане, поскольку Россия достаточно много чего сделала в этом регионе, им очень много ученых вкладывали в это свои усилия. Поэтому вторая экспедиция 2019 года у нас имела уже более широкие цели, и масштаб ее тоже был более широкий. Она заложила уже основу не просто научных исследований, а всестороннего сотрудничества. Но это на самом деле поразительно, поскольку далекая-далекая океанья, наверное, среднестатистически наш соотечественник не сразу найдет Папу-Новой Гвинеи на глобусе, при этом даже русские слова сохраняются в обиходе у гвинейцев. Я знаю, что они используют топор, кукуруза, арбуз, и сейчас у них есть возможность еще больше, еще глубже изучать русский язык, поскольку в 2019 году в столице страны, в городе Порт-Морсби, был открыт кабинет русского мира на базе Национальной библиотеки архива Папу-Новой Гвинеи. И у нас есть возможность посмотреть, как этот кабинет выглядит, как он функционирует, поскольку его сотрудники сняли для нас такой специальный репортаж. События международного масштаба. Папу-Новой Гвинеи в прошлом году открылся кабинет русского мира, но чтобы его посетить, необязательно преодолевать 12 380 километров. Таково расстояние от северной столицы до столицы гвинейской Порт-Морсби. Воспользуемся видеосвязью, совершим виртуальный тур. Привет, Папу-Новой Гвинеи. Добрый день, мистер Касси. Я генеральный директор Национальной библиотеки Папу-Новой Гвинеи. Я проведу вас в библиотеку и покажу кабинет русского мира. В отличие от России, где коронавирус изменил привычное течение жизни, мы открыты, работаем и принимаем посетителей в обычном режиме. Пойдемте внутрь, следуйте за мной. Национальная библиотека была основана в 1978-м. Это подарок правительства Австралии. В прошлом году мы и открыли здесь кабинет русского мира. Сейчас провожу вас в кабинет и покажу вам его. Вот это и есть кабинет русского мира. Здесь у нас занимаются студенты. Это пространство, отданное русской культуре. Здесь обеспечен доступ к материалам из России, литературе, культуре, истории. Флаги России и Папуа-Новой Гвинеи, матрешки, народные костюмы, балеты, сибирская зима на фотографиях, книги о сказках до классики. Конечно, этим познания о русском мире не ограничиваются. Большой акцент сделан на медиаобразование. Разработанное. Специальный интернет-портал для тех, кто хочет узнать больше о природе, культуре и жизни в России. А также система дистанционного обучения русскому языку. Привет, Россия! Вот так мечты великого гуманиста Николая Миклуха Маклая, заложившего еще в 19 веке основы отношений между россиянами и Папуа-Ново-Гвинейцами о дружбе двух стран, стремительно притворяются в жизнь уже в веке 21-м. Я рад снова вас приветствовать, мистер Касси. Спасибо за экскурсию. Последний вопрос. Какое значение имеет создание Кабинета русского мира для Папуа-Новой Гвинеи? Огромное значение. Народ России и люди, живущие на берегу Маклая, связаны. Кабинет русского мира позволяет узнать, что может предложить Россия в сфере технологии, образования, а также помогает установить контакт между людьми для развития и бизнеса. Спасибо за ответ. Мистер Касси несколько лет назад потомок Миклуха Маклая совершил путешествие в Папуа-Новое Гвинея и потом здесь, в России, выпустили книгу об этом. Эту книгу я и хочу подарить вашей библиотеке. Спасибо, а я вас приглашаю посетить Кабинет русского мира. Мы продолжим наши отношения с россиянами, а вы заодно почитаете книги. Добро пожаловать в Папуа-Новую Гвинею. Приезжайте, пожалуйста. Спасибо, мистер Касси. Пока границы закрыты. Хорошо, что для виртуального культурного обмена и общения не существует никаких преград. Я знаю, что интерес к русской культуре и к русскому языку огромен. Планировалось, что курсы будут рассчитаны на пару сотен учащихся, желающих больше тысячи. Что-то сближает нас, кроме взаимного интереса? Чем-то мы, может быть, похожи? Абсолютно, вы правы. Мы похожи. И мы похожи тем, что мы, вы знаете, Папуа-Новую Гвинеюц, они не будут улыбаться вам сразу же, если они не узнают, с какими вы намерениями. Мы же тоже не очень улыбчивы. Мы же не улыбаемся всем подряд. Но зато, если мы видим наших друзей, и когда мы познакомились, мы искренне рады видеть. Вот это первое, что бросается в глаза. Но они очень доброжелательны, конечно. У них хорошая память. И они называют своих детей Маклаями именно для того, чтобы сохранить память о России о Миклуха Маклая. Перспективы у нас серьезные. И я думаю, что при поддержке, безусловно, и Министерства просвещения, которое занимается русским языком, и других организаций, мы сможем действительно подготовить людей, которые будут знать русский язык и в этой далекой части мира. Я думаю, что некоторые папуасы уже знают гимн России лучше, чем некоторые россияне. Абсолютно точно. У них, мало того, акцента практически нет. Это потрясающе. Не знаю, почему. Действительно так. Но они много языков сами по себе знают, поэтому. Ну, желаем им успеха в изучении русского языка, и чтобы русский язык открывал для них вере в новый мир. Ну, а мы продолжаем наш специальный эфир. Этнография — это наука не только о раритетах, и наука, изучающая то, по каким законам мы развиваемся, развиваемся бурно. И, как мы видим сегодня, этнические культурные составляющие очень серьезно влияют на то, как меняется жизнь на нашей планете. О современной этнографии, о том, на какие актуальные сегодня вопросы она может найти ответы, мы прямо сейчас поговорим с человеком, который живет по тем самым заповедям этнографа, с которых мы сегодня начали программу. Однажды избрав научный путь, он с него не сходит. Это про директора Кунсткамеры, члена-корреспондента Российской Академии Наук, профессора Андрея Владимировича Головнева. Совсем недавно он удостоился государственной премии за многолетнее исследование культуры кочевых народов Арктики, за создание научной концепции антропологии движения и за развитие концепции северной идентичности России. Андрей Владимирович сейчас находится с нами на прямой связи. Я вас приветствую и с прошедшим праздником поздравляю, конечно же. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый день. День этнографа. 17 июля – это день рождения Николая Николаевича Миклух-Маклая. День, ставший праздником всех этнографов, проходит в середине лета, в пору, когда этнографы ведут экспедиционные полевые работы. А я нахожусь в кабинете директора Кунсткамеры, напротив меня портрет Миклух-Маклая, один из портретов у меня в кабинете. А второй – портрет Рудольфа Фердинандовича Ица, бывшего директора заведующего кафедры этнографии Санкт-Петербургского университета, который и был инициатором этого праздника. Так что я нахожусь в цитадели этнографии и в месте, где родился этот самый праздник, день этнографа. Андрей Владимирович, как Вы считаете, как можно применять те исследования этнографов в современности, чем они могут быть актуальны, для кого и насколько это может действительно способствовать прогрессу? Я исследователь прежде всего Арктики, хотя вот недавно побывал в Африке, да и вся Евразия у меня под наблюдением и обследована. Могу сказать, что технологии кочевых народов Арктики, на мой взгляд, очень перспективны в их применении сегодня и завтра. Например, у кочевников есть замечательные принципы и механизмы их движения, поведения, это комфорт в движении вообще, как психологическое состояние, моментальная маневренность, трансформность. Это только внешне кажется, что один и тот же караван следует по тундре в течение всего времени. Ничуть. Он постоянно модифицируется. И вот эта обновляемость, вот эта сменная модульность, это не что иное, как технология вот такого, я бы сказал, летучего движения, парения над тундрой. Того, чего так не хватает нашим промышленным гигантам. Вот если бы они взяли уроки у кочевников о том, как себя элегантно, деликатно вести с позиции природосохранения и аккуратного, разумного использования ресурсов, цены бы им не было. Я за совместные проекты кочевников и индустриальных монстров. Андрей Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор. Я хочу напомнить, что на прямой связи с нами был Андрей Владимирович Головнев, директор музея Кунсткамера, член-корреспондент Российской Академии Наук. Кунсткамера сегодня один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. В его фондах хранится более миллиона экспонатов. На знакомство с ними, а уж тем более их изучение, уйдет страшно представить, сколько времени. Мы сегодня имеем возможность кратко познакомиться лишь с некоторыми примечательными сокровищами музея. Ну, возможно, подогреть интерес перед настоящим посещением Кунсткамеры. Ведь она вновь открыла свои двери на этой неделе 14 июля. Кукшуй. Костюм из перьев ворона. В племени равнинных мивок использовался в ритуалах, связанных с почитанием мифологического героя Куксу, который считался демиургом, создателем земли, животных и растений. Он принес на землю пресную воду. Каждый год в дни, когда почитали Куксу, шаман надевал накидку из перьев ворона и в танце показывал акт творения земли. Из Калифорнии в Музей антропологии и этнографии костюм попал благодаря собирателю Илье Гавриловичу Вознесенскому, который много лет провел в экспедициях по Русской Америке. Сейчас в мире это единственный индейский шаманский костюм из вороньих перьев. Далее в программе. Не выбирая легких путей, петербуржец отправился из Твери в Индию пешком. Пик Ленина, остров Петра Первого и берег Маклая. Судьба русских названий на карте мира. Гудбай Америка. Кто и зачем хочет демонтировать памятник Баранову, покорителю Аляски? Я напоминаю, что это специальный выпуск культурной эволюции, посвященный Дню этнографа, который в нашей стране отмечается 17 июля, в день рождения великого исследователя Николая Миклуха Маклая. И сегодня мы вместе с его потомком и полным тезкой уже много говорили о российской этнографии, истории, современности, о науке всерьез. Но ведь немного этнографом становится каждый, кто отправляется в путешествие. Ведь надо быть готовым к знакомству с другой культурой, обычными народами. В этом смысле следующий герой, с которым мы выйдем на связь, он путешественник экстремальный. Евгений Кутузов решил повторить похождение за Треморя Афанасия Никитина, путешествие 15 века из Твери в Индию, повторить в веке 21. И сейчас он находится с нами на прямой связи. Евгений, рады вас приветствовать, рады видеть, что у вас хорошее настроение и прекрасная погода. Здравствуйте, всем привет. Евгений, я приветствую вас. Я понимаю, что вы затеяли очень серьезное дело. Тем более, что в тот период, когда многие путешественники остались дома, вы сейчас находитесь в пути. И скажите, пожалуйста, вот в чем особенность, я думаю, что вы не первый раз уже путешествовали, именно этого путешествия в период того, когда нам всем приходится держать дистанцию друг от друга? Я все-таки полагаюсь на правила, поэтому, разумеется, сдал тест на COVID-19 перед отправлением из Волгограда в сторону Астрахани. Соответственно, наверное, вопрос был в этом. Вы чист. Ну, наверное, да. Ну, по крайней мере, медицина подтвердила. А сейчас двигаюсь в сторону Чеченской Республики, пойду далее. И, в принципе, это все так же, как и везде. То есть где-то носят маски, где-то нет. Где-то просят надеть перчатки, где-то нет. Как вы планируете проходить границы? Есть ли какие-то особенности? Сейчас цель дойти до Чеченской Республики, до города Грозный, потом уже через Хасавюрт и Гудермес в сторону Дагестана, в Дербент, на границе с Азербайджаном. И вот тогда уже посмотрим, как это будет происходить. Пока что, к сожалению, границы закрыты. Евгений, вы уже давно в пути. Интересно, какими наблюдениями вы можете поделиться? Что самое интересное или, может быть, то, что вас удивило, поразило вас, опытного путешественника? Ну вот сейчас мы с вами находимся в Астраханском Кремле, в одном из самых красивых мест, мне кажется, вообще России. Здесь очень красиво. А так, в каждом городе есть что-то совершенно особенное, в каждом селе, в каждой деревне. И самое главное, это, конечно, люди. То есть у меня получалось встретиться с людьми самых разных культурных особенностей, национальностей. Например, я жил много раз у чеченцев, в чеченских семьях. И это были удивительно дружелюбные, гостеприимные люди. Я жил у калмыков, жил у казахов, жил при храме православном. То есть, ну, путешественник, у меня есть с собой палатка, я могу, конечно, заночевать и в ней. Но интереснее общаться с людьми, потому что самое главное достояние любого города — это люди. Это самое главное. Есть ли у вас такая глобальная цель вашего путешествия? Вот вы сказали, вы изучаете, вы ведете путевой дневник, может быть, вы выпустите какие-то книгу, фильмы, я не знаю, небольшой ролик. Что вы планируете сделать по итогу путешествия? Да, наверное, как раз пока буду идти по Чеченской республике, сниму небольшой фильм документальный о том, как сейчас там все происходит. А вообще цель-то в основном благотворительная — это просто не только путешествия, у нас еще и сбор средств для детей из ДЦП в основном. То есть это именно благотворительный проект. Не только я через путешествия привлекаю внимание к благотворительности. Спасибо большое, Евгений. Хорошего вам пути, открытых границ, и чтобы добрые дела свершались. Всего доброго. Спасибо большое. Желаем удачи вам, Евгений. До свидания. Всего доброго. Это был Евгений Кутузов, путешественник и волонтер, который решил повторить знаменитый маршрут Афанасия Никитина из Твери в Индию. Он прошел уже пешком более двух тысяч километров. Самый масштабный экспонат в зале Индия — диковый портик, фрагмент деревянного дворца из города Насик в Бомбейской провинции. Дворец был построен во второй половине XVIII века и принадлежал одному из правителей крупнейшего индийского государства Махараштры. В 1910 году, когда дворец разбирали буквально на дрова, русский ученый Михаил Степанович Андреев смог выкупить эту часть здания и по деталям переправить ее в Музей антропологии и этнографии. В музейном климате диковый портик на столетия пережил дворец. И сейчас известно, что подобных масштабных фрагментов деревянной индийской архитектуры в Индии не сохранилось. В одном большом современном американском романе была такая фраза, что предел мечтаний для человека, работающего со словом, — это стать прилагательным. Как, например, толстовский, пушкинский, шекспировский. Для этнографов, исследователей, путешественников, наверное, такая же мечта — стать точкой на карте, превратить свое имя в топоним. О русских названиях на карте мира мы сейчас поговорим подробнее, ну а для начала предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. География всегда была продолжением политики, мирным способом заявить о себе. Русский флаг на паруснике, входящем в далекую Гаву, и сигнал со спутника, вращающегося где-то над головой, говорили, мы здесь, и значит, с нами надо считаться. Но на то она и политика, чтобы быть продолжением географии. Русские имена на карте оспариваются, переименовываются, попросту забываются, но не тускнеют на исторических картах. Гиперполитическими называют современные исследователи вопрос об открытии самой Антарктиды. Просвещенные мореплаватели Англии отказываются признавать, что это русские моряки первыми вплотную подошли к берегам неизвестного континента. Но там и тогда, в море Беллинсгаузена, они еще дали имена двух русских императоров — Петра I и Александра I двум островам. Высадившиеся 108 лет спустя норвежцы объявили один из них своей собственностью. Англичане другой, но международные законы эти претензии не признают, но споры продолжаются. Архипелаг Александра II открыли Беринг и Черков. Здесь, на острове Бараново, располагалась столица Русской Америки — Новоархангельск, который теперь называется Ситка. Также все чаще местные называют и сам остров. При том, что сам Александр Баранов, первый правитель Аляски, вполне вписался бы в страницы американской истории. Сейчас можно было бы снять вестерн, как благородные дикари-алиуты помогали тогда русским в кровопролитных сражениях с индейцами-тлинкитами. Русско-индейская война — самая длинная в нашей истории. Она длилась 200 лет. Только в 2004 году потомки воевавших встретились в Ситке, где после проведения всех необходимых ритуалов, наконец, был зарыт топор войны между двумя великими народами. Остров Лисянского наш знаменитый капитан открыл его, проплывая через Гавайи, хотя сам дал название не ему, а рифом, на который дважды садился его корабль, а налетевший шторм чуть было вообще не поставил точку в его путешествии. Риф Невы. Привет из нашего родного города. Память о шлюпе Нева. И хотя сам остров еще в середине 19 века был аннексирован у России королем Гавайи, Камехомехой IV, гавайцы до сих пор называют рифы Нева-Шол. Как ни крути глобус, самые выдающиеся на поверхности планеты русские имена украшают карты Средней Азии. Здесь, среди великолепия гор Памир, ими подписано практически все. Величественная стена хребта Петра I, крупнейшие ледники Фетченко, ну и, конечно же, пики Фрунзе, Маяковского, Жукова, пик Ленина, который считался в СССР самым высоким, и оказавшийся им пик Сталина. Последний переназвали уже в годы борьбы с культом личности, так, чтобы обобщить всю галерею, пик коммунизма. Ну, видимо, такова политическая традиция. Считать горы чем-то вроде природного монумента, который полагается посвятить символу государственности. В полном соответствии с чем правительство Киргизии рекомендует называть пик Ленина именем легендарного Манаса, а пику коммунизма таджикские власти дали имя своего основателя Самании. Говорят, впрочем, что местные жители называют гору Устергим. В переводе ближе всего французское слово «вертиго», что означает не только головокружение, но прихоть и дурь. Николай, насколько я знаю, в далекой-далекой океане 71 объект носит исторические названия русские. То есть это указывает на влияние русских ученых, на этот регион, на их культуру, на обычаи. При этом на международных картах мы найдем лишь 8 точек, которые носят названия. Почему такое несоответствие, как оно возникло? Ну, во-первых, наши исследователи, в первую очередь, они были не завоеватели и не всегда наносили на карту сразу же все эти названия. Дело в том, что Россия и так была достаточно большой страной, и сразу же наносить на карту еще новые названия иногда не было политически правильно. Поэтому некоторые названия были нанесены и оставлены в дневниках, но не всегда наносились на карту. Дело в том, что сейчас мы взяли и восстановили, я бы сказал, просто восстановили из дневниковых записей, а также из архивов, 71 объект, 71 топоним с точным указанием координат с целью того, чтобы сохранить эту мировую историю. Потому что это не только российская история, это история исследования мира, и в 2018 году на Попечистическом совете Русского географического общества председатель Попечистического совета Владимир Путин непосредственно сказал, что будет создаваться атлас мира, на котором будут русские географические названия со всех частей. Так вот мы занялись именно тем регионом, которым мы знаем, мы занялись океанией, и именно там взяли 71 объект, 8 из которых сейчас до сих пор используется, например, пролив Витязь. Вот, кстати, берег Маклая, который был всегда для меня близок, он сейчас не используется, а в памяти людей всегда остается, и несмотря на то, что он называется сейчас райкост. Ну это большая исследовательская работа, и для тех, кому она интересна, я советую посмотреть в эфире телеканала «Санкт-Петербург» документальный фильм «Русские названия географических объектов в океане». Смотрите его сразу же после программы «Культурная эволюция». Свыше 70 рифов, островов, атоллов было открыто русскими в центральной и западной частях Тихого океана. Нам в этом году вообще, можно сказать, везет, очень много нового узнаем о мире, в котором мы живем, ученые должны бы радоваться. Вот так на наших глазах сейчас меняется отношение к некоторым историческим памятникам. То, что сейчас происходит в некоторых странах Европы и в Штатах, когда одни уверены, что любой памятник — это часть истории, часть наследия, а другие, что это неуместные, более символы расизма и колониализма. Эта волна докатилась и до памятников российским государственным деятелям в городе Ситка на Аляске, который до 1867 года носил название Новоархангельск, обсуждают демонтаж памятника первому главному правителю русских поселений в Северной Америке — Александру Баранову. Прокомментирует эту инициативу нам сегодня Владимир Георгиевич Колычев, президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка». Здравствуйте, Владимир Георгиевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Санкт-Петербург. На самом деле, конечно, это группа активистов Ситки, в основе, конечно, которых коренные ситковчане или клинкиты индейцы. На состоявшемся 14 июля городском собрании большим количеством голосов, 6 против 1, было принято решение, резолюция точнее, по переносе памятника с площади, Петт Хардиган, Сити Холл, в это здание, где находится Государственный исторический музей Ситкинский. Подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что общим собранием было принято решение торжественно памятник перенести. Общее собрание, включает в себя какую-то группу экспертов, а что касается людей, общественного мнения? Как вы считаете сами, насколько это актуально? Общественное мнение, в общем-то, расколото. Я не сказал бы, так сказать, что очень интенсивно выплескивается на страницах журналов, газет и телевидения. Группа активистов заглушается и прочее. И какое-то вот непротивление, возможно, даже большей, скажем так, массы, к сожалению, я так выражусь, людей, к сожалению, сохраняет какой-то обет молчания. Ну, были, конечно, какие-то к Баранову претензии, но говорить, что он колонизатор, что он убил сотни людей, ну, это абсурд на самом деле. Этого не было. И когда мы задаем вопрос с линкитом, кого же, назовите, кого он убил, кого он эксплуатировал, среди линкитов, да, молчат просто. У нас тысячелетняя история, мы здесь давно, он пришел, он к местным относился очень, ну, не трогательно, но очень, тогда с опаской даже такой термин. Потому что линкиты — это прекрасные воины, это своеобразный такой спецназ. Ну, главное все-таки, что памятник будет сохранен, пускай не в первоначальном виде. Спасибо большое, Владимир Георгиевич. Я напоминаю, что на связи с нами был Владимир Колычев, президент московского историко-просветительского общества «Русская Америка». В истории российской этнографии ее значительную и важную часть занимает та, которая связана с деятельностью русского географического общества. Этнографические исследования проводились в русском географическом обществе с момента основания. Отделение этнографии было создано в 1845 году и стало одним из первых четырех подразделений РГО. Общество неоднократно организовывало экспедиции в малоизведанные местности земного шара, в которых изучение быта и нрава народов было на одном из первейших мест. Николай Миклуха Маклай был членом РГО и, кстати, самым молодым. В этом году, в августе, РГО исполняется 175 лет. Самые интересные факты, рекорды и о том, чем сегодня живет РГО в нашем следующем сюжете. В этом году русскому географическому обществу исполняется целых 175 лет. Эта организация настолько масштабна, что имеет свои штабы во всех регионах России. И даже в Петербурге, конечно. Вот здесь. Это здание на переулке Гревцова было построено в 1907 году специально для географического общества. Свою миссию штаб-квартиры оно выполняет до сих пор. А знали ли вы, что это единственная в стране общественная организация, непрерывно существующая с момента создания? РГО – это одно из старейших географических обществ мира и основано по высочайшему повелению Николая I 6 августа 1845 года. Во все времена членами общества были лица мировой значимости – Врангель, Крузенштерн, Пржевальский, Микрюха Маклай. В списке участников есть и писатель Владимир Даль, и даже Иван Ивазовский – первый художник в составе географического общества. Сегодня РГО включает в себя более 23 тысяч участников со всей планеты, а недавно его попечительский совет возглавил Владимир Путин. Самая большая географическая библиотека Европы находится в штаб-квартире РГО в Петербурге. Сегодня в фонде хранится почти полмиллиона уникальных книг и изданий, начиная с 16 века. За все время существования русского географического общества было совершено более трех тысяч путешествий. Одни из самых известных на весь мир экспедиций – Чукотская, Якутская и Кольская – принадлежат именно им. Покоряют земли и в наши дни. Например, в этом году из кругосветной экспедиции вернулось судно «Адмирал Владимирский». И, конечно, даже сегодня никуда без важных находок. Весной, во время обследования дна Северной Двины, специалисты РГО обнаружили останки 11 затонувших кораблей. Если вам порой кажется, что время великих открытий уже давно позади, то русское географическое общество напрочь опровергает этот факт. Вместе с ним мы можем покорить Россию заново и изведать самые неизвестные ее уголки. Николай, насколько я знаю, вы тоже являетесь членом русского географического общества. И, можно сказать, это у вас такая семейная традиция – быть участниками общества. Да, конечно, это действительно большая честь. Во-первых, это императорское русское географическое общество. И, вот как ранее вы сказали, он действительно был Микухамакой молодым. Только действительно заслуженных людей принимали в русское географическое общество, которые могли принести что-то для России. И я в четвертом поколении. Мой прадед умер во время блокады, защищая архивы русского географического общества. И когда ему сказали, что ты должен идти за хлебом, чтобы взять, он говорит, не время непосредственно идти за хлебом, я должен заниматься архивами. Поэтому для меня, безусловно, русское географическое общество – это какая-то частичка моей жизни, частичка нашей семьи. И более 700 рисунков хранится в русском географическом обществе, которые были собраны Микухамакой во время его путешествий. Именно русское географическое общество поддержало не только русское, но и благодаря, в первую очередь, русскому географическому обществу Микухамакой отправился в эту опасную экспедицию на Новую Гвинею. Но это было исключением из правил, потому что русское географическое общество имело самую главную цель, задачу – изучать только народы Российской империи. И, безусловно, такие длительные путешествия не было в ее планах. И, безусловно, поддержка – это достаточно важно, потому что сохранение этого наследия в архивах русского географического общества дает возможность нам сейчас опереться на ту информацию и экспедицию, которую мы делали, и последующие исследования мы делали также с использованием материалов русского географического общества. Ну, а сейчас я предлагаю продолжить наш виртуальный тур по музею «Кунсткамеры» и увидеть некоторые из уникальных объектов, которые хранятся в его коллекции. Массивные поножи. Подшлемник-маска с пышными усами. Шлем с шипами, украшенный гербами девять звезд. Внешняя кераса, состоящая из пяти частей, собранных из чешуек лакированной копченой кожи, связанных между собой шелковыми шнурами. Так выглядит самурайский костюм эпохи Эдо, 18 век. Этот доспех был привезен из кругосветного путешествия на легендарном корвите «Витязь» будущим вице-адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым, кстати, большим ценителем японской культуры. По признанию японцев, в «Кунсткамере» одна из лучших в мире коллекций самурайских доспехов и оружия. Далее в программе. Тайные знаки. Российские ученые расшифровали алтайские руны. Ижорский народный «Драм-н-бейс» группа «Ингер Вала» научат петь на древнем, почти забытом языке. Ну а я напоминаю, что в эфире специальный выпуск программы «Культурная эволюция», посвященный Дню этнографа. День этнографа отмечается в нашей стране 17 июля, в день рождения великого исследователя Николая Николаевича Миклуха Маклая, которого можно назвать не только этнографом, но и биологом, антропологом, вообще натуралистом широкого профиля. О том, какие сейчас времена переживает наука в России, мы сможем поговорить с человеком, выходящим с нами напрямую связь, Дмитрием Анатольевичем Функом, директором Института этнологии и антропологии имени Николая Николаевича Миклуха Маклая, Российской академии наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, рад приветствовать. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Я вас приветствую и поздравляю с этим праздником. Вы возглавляете действительно самый виднейший и самый крупнейший институт, у которого богатейшая история, носящая имя Николуха Маклая и все время поддерживающие те маклаевские чтения, которые проходят ежегодно. В этот год изоляции мы их не проводим. И, конечно, вопрос по поводу исследователей, этнографов, ученых вашего института. Насколько отражается на научных исследованиях, на работе этнографов эта самоизоляция? Николай Николаевич, рад приветствовать вас. Вас тоже с праздником. Прекрасный вопрос. Отражается ситуация на всех этнографах, этнологах, антропологах мира. Это все обсуждается активно. Но как она отразится в итоге? Мы знаем, наверное, через полгода, когда будут подведены основные итоги конкурсов на лучшие статьи, лучшие книги. Что сейчас видно, так это большее существенное внимание, которое уделяется цифровой антропологии, тому, как этнографы работают в интернете, пытаясь анализировать то, что происходит там с людьми, как они выражают свои чувства, эмоции и так далее, как объединяются в группы, как дети начали играть в новые игры, как соблюдается или не соблюдается социальная дистанция, как она в принципе меняется. Ведь в разных странах социальная дистанция и без того была разной. Где-то было принято обниматься и целоваться, где-то подавать друг другу руку, где-то просто здороваться. Меняется сейчас все достаточно быстро. Есть зачем наблюдать. Меняются паттерны потребления, закупок товаров. Это все безумно интересно. И это то, что происходит сейчас на наших глазах. Я думаю, что результаты будут очень-очень интересные. А вот сейчас многие гадают, насколько надолго ли задержатся вот эти новые правила существования с нами. Как вы думаете, ваши прогнозы? Ой, мой прогноз, я оптимист. И я смотрю с оптимизмом в будущее. Я думаю, что мы в конце концов адаптируемся к этой неожиданной ситуации и станем жить с ней, как с обычным сезонным гриппом. Скорее всего, я думаю, все останется более или менее так же, как было до этой эпидемии. Дмитрий Анатольевич, не могу не спросить про последние исследования. Вот конкретно про изучение рунических надписей на Алтае при помощи новейших 3D-технологий. Что сейчас уже можно говорить об этих исследованиях? Есть ли уже какие-то конкретные результаты, о которых можно говорить? Спасибо. Чудесный вопрос. В 17-19 годах на Алтае стали вестись масштабные исследования с помощью новых технологий фотограмметрии, использования 3D-сканеров для работы с руническими надписями. Это надписи 8-11 веков. Они очень маленькие по размерам, тоненькие. Это не классический литературный язык, как на Архоне в Монголии. Не очень хорошо известен, трудно дешифруется. И с помощью новых технологий удается отсечь ненужные слои, напластование, выявить действительно то, что является надписями. Я, если позволите, зачитаю один из переводов, который был сделан в отношении одной из надписей, найденной возле деревни Бичик-Тубом лет примерно 60 назад. Одно из первых прочтений было, я бы сказал, совершенно бессмысленным. «Хорошая охота. Устроил хорошо. Колчан. 50. Знать. Дружина. Тебя. Так. Вражда уменьшилась». Совершенно ничего не понятно. И вот как заиграла эта надпись при новом прочтении. Пусть будет его благополучие. «Как люди, принадлежащие к монастырскому сообществу, состоящему из индивидуумов, которые приносят ему пользу, добудет его благополучие, так же и ты, следуя им, твори благодать». Мне кажется, что смысл совершенно по-другому начинает звучать этих небольших значков. И он говорит нам о том, что древнее население Алтая было не просто огнепоклонниками или идолопоклонниками, или еще кем-то, как порой иногда выражаются в Суе, но там были распространены и мировые религии. То есть это был очень сложный по конфессиональному составу регион, а это безумно важно. Ведь это было тысячи лет назад, это было на нашей территории. Это наша история, которую мы должны знать и гордиться ей. «Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Надеемся, что историю мы будем узнавать все глубже и все детальнее. Хороших вам исследований и еще раз с праздником». «Спасибо огромное. Всего доброго». «Ну а я напомню, что на прямой связи с нами был Дмитрий Анатольевич Фунг, директор Института этнологии и антропологии имени Николая Николаевича Миклуха Маклая, Российской Академии Наук. Механический кораблик представляет собой модель традиционного прогулочного судна, на котором в сопровождении слуг, музыкантов и танцовщиц путешествует знатный китаец. Внутри корпуса скрыт механизм, который приводит в действие колесики, благодаря чему движется и сам корабль, и фигурки, расположенные на нем. Игрушка была приобретена во время Великого китайского посольства, отправленного в Пекин Петром I. Тогда при дворе Маньчжурского императора местные умельцы сотрудничали с миссионерами и иезуитами. «Ладья небесная» — настоящий экспонат еще той Петровской кунсткамеры. И редкий сплав китайского искусства с европейскими технологиями. Мы сегодня уже говорили о том, как этнография невольно отбрасывает тень даже на простых путешественников. Влияет она и на музыкальную сферу. Какими только культурами и языками не вдохновляются группы по всему миру. От древнегреческого до аккадского или ассиро-вавилонского языка. В соседней Финляндии, к примеру, живет известный профессор доктор Юка Амонт. Он известен благодаря своим переложениям песен короля рок-н-ролла Элвиса на латынь и шумерский. Но это скорее любопытный эксперимент, а не глубокое погружение в культуру. А вот у нас в городе есть группа, которая таким погружением как раз и занимается. Изучает народную музыку с северо-запада России. Славянскую, финно-угорскую и скандинавскую. Что из этого получается, мы сейчас и услышим. Так звучит даун-темпо. Это один из стилей современной электронной музыки. А так звучит висел. Народный духовой инструмент, родом из Англии. Неожиданное сочетание рождает новые музыкальные образы. Знакомьтесь, группа Ингервала работает на стыке этники и электроники. Вряд ли в чьем-либо еще исполнении мы могли бы услышать, например, финно-угорский фольклор, например, под дабстеп. Чтобы самим сотворить что-то подобное, вам понадобится группа профессиональных музыкантов, коллекция народных инструментов, диджейский пульт и знания о культуре северо-запада. В коллекции группы Апалачский Дульцимир, Кашгарский Рубап и другие родственники Балалайки. Каждый инструмент в отдельности звучал бы достаточно однообразно, но на контрасте получаются насыщенные этнические композиции. Когда посреди вот этого диджейского звучания вдруг возникает Кашгарский Рубап, и даже, может быть, он в прямой не имеет отношения к местному фольклору, но это здорово, когда он звучит в песне финно-угорской или шведской, неважно. В этом вся суть народного творчества. Вот кто на чем умеет играть, тот и играет. Это вы сейчас играете какую-то народную песню мне, наверное. Народный инструмент сам по себе может многое рассказать о местной культуре. Но мы поймем еще больше, если разберем текст традиционных песен. Михаил Жуков по происхождению ижор. На языке его народа сейчас общаются не более 300 человек во всем мире. Поет без акцента и может перевести. Вот, например, известная кабацкая Аймья Пойка. Повествует она, значит, о том, что вот все плохо, лодка дырявая, значит, лошадь такая тоже у себя нездоровая, жена грязнули. А потом случаются, значит, чудеса, что лошадь задрали волки, лодка потонула, а жена где-то потерялась в лесу. И вот я теперь счастливый парень, у меня ни бед, ни горе есть. Ингер Вала работает в первую очередь с носителями языка. Музыкальное образование не обязательно. Главное – аутентичное звучание. А сыграть можно хоть на тазу для варенья, хоть на лезвии топора. И так прочувствовать и сохранить культуру малых народов. В музыке настоящего времени. Ту-на-ри-на-ту-на-ри-на-ту-на-ри-на-ту-на-ри-на-ту-на-ри-на-ту-на-ри-на-ту-на-ри-на-ту! А если говорить о гвинейцах, о их приверженности к традициям, о сохранении именно музыкальных традиций, вообще музыкальны ли папуасы? Абсолютно музыкальны. И танец «Синг-синг», сопровождающий танцем мужчин с барабанами, а также пением женщин – это традиционно. И самое потрясающее, что Миклухамакай настолько хорошо это описал, что когда мы приехали буквально пару лет назад в первую экспедицию, я увидел, что это абсолютно идентично. Они сохранили абсолютно свои традиции. Очень многие музыкальные инструменты сохранены. Поэтому они очень музыкальны и могут танцевать без остановки. Ну, это должен быть какой-то повод? Это приветствие высоких гостей? Это, не знаю, привлечение каких-нибудь существ, которые способствуют хорошей охоте? Или же это праздник, семейные праздники должны быть? Что? Абсолютно право. Дело в том, что при встрече гостей они, безусловно, одеваются в свои костюмы и танцуют, и бьют барабаны. Вечером же, например, когда мы были в экспедиции, они пели песни вокруг костра о той российской экспедиции, которая приехала. И когда я спросил, что же они поют в деталях, они рассказали, что мы поем, благословим вашу экспедицию и очень рады тому, что вы сюда приехали. То есть в этом плане они очень музыкальны и стараются это делать в кругу своих друзей. Ну и в продолжение музыкальной темы сейчас у нас есть возможность услышать фольклорное пение Папуа-Новой Гвинеи. Вы обратили внимание, что это пластинка, пластинка мелодии Ленинградского завода. В России, да и в Советском Союзе пение Папуа-Новой Гвинеица было очень популярно так, что даже выпускали пластинку. Но это сделано по материалам советской экспедиции. Путилов, фольклорист, собирал весь этот материал. Поэтому в России собран очень богатый материал и научное наследие по изучению океании очень велико. Ну, это, как вы уже говорите, богатый материал и вообще тема богатая для изучения, для того, чтобы рассказывать про нее, поскольку, наверное, россияне в среднем немного знают о культуре Папуа-Новой Гвинеи, но, к сожалению, нам уже пора подводить некоторые итоги. Вот для меня лично главный итог, наверное, если кто-то удивился, что в рамках программы о культуре выходит выпуск про этнографию, почему так, то наш выпуск, мне кажется, он должен был все эти сомнения развеять, поскольку, конечно, этнография, она нам дает понимание вообще законов культуры, законов гуманизма. Это, пожалуй, главное достижение русских этнографов. Я абсолютно согласен с вами. И вообще подтверждение тому гуманизму, правильному подходу к людям, это то, что о нас сохраняет память. И вот это самое ценное. Не то количество полезных ископаемых, которые кто-то добыл, а именно та память, которая позволяет сейчас налаживать всесторонние контакты. Ну, а я напоминаю, что это был специальный выпуск программы «Культурная эволюция», посвященный Дню этнографа. Сразу же после программы «Культурная эволюция» смотрите документальные фильмы, посвященные русским географическим названиям в океане, а также смотрите документальный фильм, посвященный ученому, исследователю, антропологу, этнографу Николаю Миклуху Маклаю «Человек с Луны». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова